Еще с утра пассажиры жаловались на отсутствие автобусов 22 маршрута. После инцидента, который произошел 19 декабря, транспорт начал работу ближе к 10 часам утра. Все это время водители вели переговоры с новым руководством автопарка. Мы уволили одного водителя по собственному желанию. Остальные водители приступили к работе. На предприятии созданы благоприятные условия труда. Мы предупредили водителей, что они обязаны выдавать билеты пассажирам, как взрослым, так и детям. В этом году на территории предприятия открылась автомойка, и транспорт необходимо мыть только там. В городском Акимате сообщили, что сейчас в Уральске на линии ежедневно уходит порядка 500 автобусов. 28 городских маршрутов обслуживают 6 компаний-перевозчиков. И к ним выдвигают особые требования. В этом году было закуплено 35 новых автобусов. На будущий год планируют приобрести еще 135. Прогнены встречи с водителями. Все вопросы, которые были поставлены, они на сегодняшний день разрешены. И все автобусы, количество на сегодняшний момент 25 единиц, они вышли на линию. Многие требования являются необоснованными. Это отказ от выдачи билетов. Также отказ от мойки автобусов. Ну и так далее. Огорчает в этой ситуации то, что в очередной раз пострадали пассажиры, которые имеют массу претензий к работе городского общественного транспорта. И ситуацию не спасло даже недавнее повышение тарифа на проезд. Роман Копняев, Мирбулат Жигипаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Спасибо.